Протонная терапия Протонная терапия Протонная терапия Протонная терапия я в основном буду показывать дозное распределение на низких и средних уровнях. И чуть позже расскажу, почему. Схема дозного распределения для фотонной и протонной терапии. Я думаю, что многим известно, как распределяется, как движется фотон в тканях. Пик брега для протонной терапии, что за пределами мишени у нас нет дозы за счет того, что максимальное количество энергии отдается в конце пробега. Но опухоль, которую мы лечим, это не точка. И для того, чтобы облучить необходимый объем, используется модифицированный пик брега, который состоит, по сути, из суммы вот таких единичных пиков. Но при этом мы также не видим дозы за пределами мишени. Зато за счет вот этой суммации у нас повышается доза на поверхности. И на изображениях вы видите дозное распределение от уровня низких доз на уровне 5-грей здесь изображение для фотонной и для протонной лучевой терапии. И эти изображения нам показывают, что преимуществом протонной терапии является совершенно точно не градиент дозы от высокой к низкой. Потому что градиент мы прекрасный видим на фотонной терапии для ВИМАТ. И он будет, пожалуй, даже получше, чем для протонной терапии. На это есть свои причины. Преимущество заключается в том, что с помощью протонной терапии мы можем избежать излишнего облучения в области средних и малых доз, которые находятся за пределами мишени. И в центре изображения показывающие зоны избыточного облучения. Для фотонной терапии это практически вся задняя поверхность шеи, это вся ротоглотка, преддверие рта, это щека. Этого мы не видим на протонной терапии. Соответственно, мы не увидим тех лучевых реакций, которые можно при фотонах в данном случае ожидать. Однако на протонной терапии тоже у нас есть зоны переоблучения. Это поверхность, это кожа со стороны мишени. И это как раз связано с тем, о чем я говорила ранее, при суммации пиков у нас повышается доза на поверхности. Это не будет являться проблемой, если кожа является частью облучения, но требует дополнительной оптимизации при расчетах, если кожу нужно беречь. Исходя из предыдущего изображения, мы понимаем, что все лучевые реакции, какие бы они ни были ранние или поздние, среди них есть те, которые хотелось бы и возможно уменьшить или избежать, и есть те, которых мы избежать никак не можем. И хочу привести пример для критической структуры ротовой полости. В случае, когда поступает на лечение пациент с опухолью языка, например, послеоперационной, вся полость рта и дно полости рта является мишенью. И мы будем видеть тяжелые степени мукозита при любом используемом методе. Хоть это будет протонная терапия, хоть это будет фотонная терапия, на сегодняшний момент пока что мы этих избежать реакций не можем. Однако, если это, например, пациент с опухолью миндалиной или опухолью глотки, где ротовая полость не является частью мишени, мы можем и должны снижать на нее нагрузку. Здесь изображение средних доз на уровне 25-30 грей. Это как раз средняя доза, которая вызывает стоматит второй-третьей степени. Достаточно тяжело он может у пациентов проходить, тем более если используется радиосенсибилизация. И мы знаем, помним, что опухоли радиорезистентные. Для послеоперационного периода используются дозы порядка 60 грей. При положительном крае и макроскопическом объеме дозы порядка 70 грей. Поэтому эти средние дозы 25-30 грей никаким образом не повлияют на локальный контроль. Но зато они могут вызвать тяжелые лучевые реакции. Каждый радиотерапевт, когда проводит и планирует лучевую терапию, действует по определенному алгоритму, на каждом этапе которого нужно решить определенные вопросы. И один из этапов – это топометрическая разметка, она же подготовка, где задача, извините, я не знаю, почему текст здесь виден дополнительный, используются термопластические маски, изолирующие капы и фиксирующие капы для того, чтобы воспроизведение позиций было максимально точным. Этап – оконтривание мишеней и критических структур. Один из самых важных этапов не только потому, что без контуров не будет плана, но и потому, что именно на этом этапе и на следующем производится основная профилактика лучевых реакций. Оконтривание структур абсолютно одинаковое как для фотонной, так и для протонной терапии. Мы используем разные рекомендации эти для примера, которые мы чаще всего используем в своей практике. И основаны они на гистологии опухоли, на локализации, на стадировании пациентов. Следующий пункт – это дозиметрическое планирование, во время которого также решаются определенные задачи. И в первую очередь это выбор направлений, что критично важно для протонной терапии. Здесь пример совмещения компьютерной томографии для одного пациента с разницей в несколько дней. И здесь мы видим, как расходится положение кожной складки на боковой поверхности шеи. Для фотонной терапии вот эта разница толщины, она не даст значимого изменения дозного распределения, но для протонной терапии она окажется критичной. И данное направление для протонной терапии у этого пациента мы использовать не можем, какое бы она нам ни казалась симпатичным. Дальше – это оптимизация плана, когда физик рассчитывает дозу, покрывает мишень и снижает нагрузки на критические структуры. И последний для радиотерапевта пункт в дозиметрическом планировании – это анализ проверка плана, когда врач должен съесть и проверить качество покрытия мишеней, и убедиться, что нагрузки на критические структуры не превышают допустимые как минимум, а в идеале они снижены максимально настолько, насколько это возможно, без потери качества лечения. Это укладка и ежедневная верификация позиций. То, с чем мы сталкиваемся каждый день на фоне лечения, важно восстановить позицию. В частности, для протонной терапии мы должны следить внимательно за мишенью, потому что на фоне лечения слизистая может отекать, меняется плотность – это все будет влиять на дозное распределение. Для протонной терапии критично пациент может терять вес, набирать вес, и это тоже будет сказываться. И таким образом мы подходим к адаптивному планированию. Оно используется и для фотонной терапии, для протонной просто имеет очень важное значение. И здесь пример пациента, который получал химиолучевое лечение по поводу опухоли ротоглотки. На фоне лечения у пациента наблюдалось уменьшение объема опухоли. И вот вы видите на среднем изображении, как изменение объема первичной опухоли повлияло на покрытие лимфоузлов низкого риска. И во время лечения необходимо постоянно корректировать план, корректировать контуры, если это необходимо, для того, чтобы лечение оставалось адекватным. Данному пациенту перепланирование проводилось трижды за период проведения курса лучевой терапии. Все знают, что адаптивное планирование очень энерго и ресурсно затратная опция. Но это то, что мы должны делать для того, чтобы продолжать иметь хороший качественный план без потери качества и с низкими нагрузками. Сравнительная оценка протонной и фотонной лучевой терапии проводится достаточно часто. Очень много исследований, которые это сравнивают. Это популярно. И я вам хочу некоторые из них показать. Это исследование семи человек, получавших протонную лучевую терапию, и сравнение с таким же количеством пациентов, получавших ВИМАТ лучевую терапию. Для пациентов после операционного курса лучевой терапии. И сравнимые объемы облучались при этом. В анализе выявили достоверные различия средних нагрузок на критические структуры. Здесь, в частности, практически в 7 раз средняя нагрузка ниже на ротовую полость для протонной терапии. Следующее исследование 2015 года, где сравнивали не только нагрузки, но и оценивали качество жизни пациентов после лучевой терапии, фотонной и протонной. Также видно разницу нагрузок, представлено в таблице. И, что важно заметить, спустя год после лучевой терапии у пациентов, получавших протонную терапию, значительно меньше жалоб на ксеростомию, которая очень сильно влияет на качество жизни. Это исследование, это анализ, метаанализ и обзор литературы с использованием, оценивалось практически полторы тысячи человек. Здесь оценивали, ко всему прочему, и общую выживаемость и сохранение локального контроля после фотонной терапии. И здесь использовались тяжелые частицы, в том числе и протоны. Получили повышение локального контроля на длительном наблюдении, хотя на пятилетнем уровне не различалось значимо, но в любом случае это очень сравнимые цифры по локальному контролю и по общей выживаемости. Ну и здесь интересно, в таблице показано, что в группе с тяжелыми пациентами, получающих тяжелые частицы в качестве лечения, выше неврологическая токсичность была. В тексте доктора описывают, что это связано с тем, что группа пациентов была с более распространенными опухолями, с интракраниальным распространением, и либо имела уже какой-то неврологический дефицит, либо это были пациенты, которым невозможно было провести фотонную терапию. В нашем центре с 2018 года прошли лечение чуть больше 200 человек, и мы анализировали данные пациентов, прошедшие химио-лучевое лечение по поводу опухоли ротоглотки, 3-4 стадии, сравнивали с таким же количеством подобных пациентов, которые получали фотонную терапию. У нас же режимы облучения представлены на слайде, они были одинаковы, все пациенты получали химиотерапию параллельно, то есть химио-лучевое лечение. И мы также увидели достоверную разницу в нагрузках на ротовую полость, средние нагрузки, и здесь еще представлены данные по нагрузкам на околоушные железы. Разница небольшая в пользу фотонной терапии, и, скорее всего, за счет большей возможности создания градиентов при ВИМАТ, но, однако, П высоковат, и доверять этим данным мы не можем. На сегодняшний момент не существует критериев отбора пациентов на протонную терапию, и это требуется в дальнейшем развивать, поэтому каждому онкологу и радиотерапевту приходится самостоятельно принимать решение, полезно ли будет, будет ли выгода этому пациенту от проведения протонной терапии. И какие-то вопросы могут помочь принять решение, насколько анатомически, например, возможно снижение дозы. Являются или мишенью является очень большое количество тканей, включающих эти критические структуры. Насколько позиция воспроизводима? Потому что, может быть, пациент за счет болевого синдрома, или одышки, или еще каких-то причин, не может лежать, вылежать всю процедуру. Процедура протонной терапии достаточно длительная, это 35-40 минут на каждого пациента, на каждую процедуру. Какова цель лечения? То есть мы пытаемся провести радикальное лечение, или это палеотивное лечение с противоболевой только целью. И анализируя эти данные, задавая себе вопросы, возможно, какие-то группы пациентов действительно могут выигрывать от этого. Например, пациенты с опухолями, с благоприятной гистологией, HPV-позитивными опухолями. Пациенты, которые получали уже раньше лучевую терапию, а в настоящий момент имеют ограниченный локальный рост, мы можем подвести радикальные дозы повторно, при этом не переоблучая окружающие ткани. Но в любом случае необходимы дополнительные исследования, дополнительный анализ для того, чтобы четко определить вот эти группы пациентов, в котором проведение протонной терапии будет наиболее оправдано. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо.